Ретро-машинка Главное только из тех тканей, которые могли существовать в те годы. Современные ткани, они не отражают эпоху. И вот мы стали обращаться к своим родственникам, кто имеет запасы. И вот эти советские запасы нам помогли. Например, очень много военной формы сшиты, я хочу сказать, из хозяйственных мешков. Мешковина, носовой платок, бечевка – и вот он, образ девушки сороковых. Как отмечает Любовь, современные дети, участники кружка прикладного искусства, не имеют родственников, ушедших на фронт. С ними некому было делиться военными рассказами. Но прикоснувшись к истории через кукольные костюмы, они по-другому смотрят на те четыре года в жизни нашей страны. Стало как-то им более страшно, я так поняла. Страшно, они говорят, так они же совсем молодые. Как же так? Я боюсь, я не хочу. Для модельера в этой коллекции главное быть максимально честной. Вот такие они ушли на фронт. Локальница. Да, 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 да. Ну, то есть, вот представляете, и такое было. Ну, это же было. Когда-то, купив кукол в современных костюмах и переодев их в тела греки, военную форму, ситцевые платья тех лет, Любовь отметила, как эти кукольные лица вдруг поменялись. Исчезла та детская непосредственность. Так и те молодые девчонки 41-го года, ушедшие на фронт, госпиталя или на заводы, вдруг в один миг повзрослели. Три десятка маленьких героев стали большим напоминанием страшных лет. Они уже выставлялись на площадках Ленинского района и Москвы, завоевывая признание не только молодых, но и ветеранов. Коллекция и дальше будет расти. Какие герои появятся в ней, модельера оставила в секрете. Екатерина Чернышева, Константин Брылов, Видное ТВ